Значит, смотри, допустим, у меня такое задание. Является ли х равное минус 3 корнем уравнения? Вот я дописываю равно 0, чтобы уравнение было. Конечно, мы можем просто взять его решить и посмотреть, что получится, и будет ли там минус 3. Так? Это решение называется. Но, честно говоря, в 7 классе мы пока не умеем квадратное уравнение изучать. Это мы будем только в 8 классе изучать. Так, поэтому мы пойдем другим путем. Чтобы проверить, является ли х корнем уравнений, нужно просто подставить вместо х это значение и проверить, будет ли равно, чем мы сейчас и займемся. 5 вместо х ставим минус 3. Я могу даже, знаешь, как вот просто все переписать, уравнение, а потом только вместо х скобочки. А потом в скобочки вставляю я это число и проверяю. Просто, видишь, у меня уже х нет, просто считаю. Ну, у меня вот как уравнение, да, то есть это уравнение, только мы сейчас узнаем, оно верное или неверное, как выражение, да? То, как верное, то ждество, говорят, или неверное. Ну, считаем, минус 3 в квадрате же 9, да? 5 и 9, 45. 2 на минус 3, минус 6. И минус 7 еще. Ну, я пока пишу, что равно нулю, но проверим. Так, 45 минус 6, минус 7. Ну, это минус 13, да? 42, 32. У меня получилось вот так. 32 равно нулю. Скажи, это верно или неверно? То есть это неверное тождество. То есть я могу написать неверно. Неверно. А значит, а значит, 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 х, равное минус 3, не является корнем данного уравнения, да? Не является корнем данного уравнения, да? Вот такая простая проверка. Это как мы в начале, там, не знаю, в классе 5, когда лишали уравнения, в конце делали проверку. Помнишь проверку? Ну, вот типа такое. Просто мы проверку делаем, и если все равно, значит, верно. Не равно, неверно. Вот и все. Ясно? Спасибо. 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 Спасибо.